Ну и в продолжение коммунальной темы, жители уже Красноярского, Северного и Правобережья жалуются на еле греющие батареи. В квартирах вместо положенных 22 градусов всего 16. Жилищники уверяют, это ТГК-13 не соблюдает температурные нормы. Теплоэнергетики по традиции уже сваливают все на управляющей компании и ТСЖ. Гульнас Галямова весь день наблюдала за этим футболом и убедилась, без вмешательства высших чинов, видимо, тепла в домах не будет. Вот батарея, вот она вот холодная. То есть здесь, вот здесь. Выходные, рассказывает Анастасия, семье пришлось провести у родителей в частном доме. В их квартире без шерстяных носков и кофт находиться невозможно. Батареи чуть теплые, дом выстал, даже несмотря на плюс за окном. Нам даже приехали друзья с 26 бакинских комиссаров, с маленьким ребенком. То есть раздевшись, они сказали, что у вас очень холодно. То есть няня наша тоже, которая сидит с ребенком, тоже постоянно говорит, что холодно мерзнет. То есть ребенок у нас постоянно в штанах, носках и в кофте. Инженер-теплотехник, управляющий компанией «Холмсервис», обслуживающий около 40 домов в Северном, Роман Октябрёв, говорит, сейчас температура в некоторых квартирах доходит до плюс 16, при норме в 22 градуса. Возмущенные люди звонят даже в полночь. В нашу редакцию жалуются и жители правобережья. При этом, уверяет техник, их дома к отопительному сезону готовы на 100%. Этот ЭГК-13 не соблюдает температурные нормы. Должны принимать от них температуру 70 градусов теплоносителя. Мы не получаем этих 70 градусов, мы получаем 63. Что 0, что минус 2, что минус 5. Естественно, на минус 5 уже должно быть по графику 83 градуса, а мы получаем также 63. Естественно, идет съем большой на батареях, то есть люди мерзнут. То есть не хватает тепла. Управляющая компания чуть ли не ежедневно приглашает теплового инспектора. Тот фиксирует несовпадение температур. Жилищники пишут жалобы в департамент горхозяйства и в саму ТГК-13. А там говорят, подаем тепло по температурному графику. Сейчас, например, за окном плюс. От ТЭЦ вода уходит с показателем 67,3 градуса. Режим задается на сутки в зависимости от прогноза синоптиков. Отклонения в 5% нормами предусмотрены. Проблемы, по мнению энергетиков, нужно искать конкретно в каждом доме. Потери в тепловых сетях столько не могут быть. Поэтому надо заниматься конкретно данным участком. Вот понимаете, вот холм Сермис находится в Северном. У них 63. А идет со стороны ТЭЦ-3. И приходит на взлетку 67. Это же парадокс. Не может по дороге температура потеряться, потом нагреться. Слухи, что на ТЭЦ-3 аварии энергетики опровергли. С 10 по 24 октября базовый котел закрыт на плановый ремонт. Пока работают два прямоточных. Но так как люди жалуются, компания решила запустить блок уже сегодня ночью. Хотя и после этого, уверяют специалисты ТГК, теплее в домах не станет. Поскольку они, как подавали воду положенной температуры, так и будут подавать. Очевидно, что проблема разрешится только, когда градусы за окном пойдут на убыль. Пропорционально начнут закипать люди. Тут вмешаются власти, ответственные сразу найдут причины, и тогда все будет хорошо. Это уже традиция для красноярской системы ЖКХ.